Каравай девушки в кокошниках и традиционная калинка. Слухи о русском гостеприимстве оказались не преувеличены. Чешская делегация посетила Лесногородскую школу прошлой осенью. Тогда представители образовательного учреждения и Пражского творческого бюро подписали соглашение о сотрудничестве. Уже этой весной должен был состояться обмен учащимися, но из-за пандемии коронавируса поездку пришлось не отменить, а перенести. А пока россияне и чехи общаются дистанционно. И стихи, и анекдоты, и песни, и балалайка. Ребята 6-8 класса очень ответственно подошли вместе с Тамарой Васиной, с учителем нашим. Нашим ребятам очень понравилось. К совместной конференции на платформе зум. Ученики лесногородской школы готовились две недели. Расширяли словарный запас, учили поговорки и песни. Впрочем, общение с представителями Чешской республики не прекращалось с осени прошлого года. Просто до этого момента оно проходило исключительно в личных сообщениях и звонках, но оттачивать языковые знания вместе легче. Теперь такие конференции будут проходить регулярно. Общение с чешскими школьниками будет продолжено, но пока пункт номер один в повестке учеников лесногородской школы, подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы. Стихи и песни, опаленные войной, в их исполнении уже сейчас можно посмотреть в инстаграм образовательного учреждения. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.